Атака США на российский алюминий привела к неожиданным последствиям. Об этом рассказали эксперты из КНР. Россия является одним из ведущих в мире производителем и импортером алюминия. Российская продукция пользуется большой популярностью. Ее с удовольствием приобретают многие мировые компании, в том числе и из стран Запада. Как рассказали китайские аналитики, в начале текущего года США нанесли удар по поставкам российского металла. Последствия оказались неожиданными. Такие данные приводит издание Байджухао. Мы же представляем эксклюзивный пересказ статьи. Соединенные Штаты ввели пошлину в размере 200% на импорт российского алюминия. Некоторое время спустя Канада объявила о запрете на поставки алюминия из стали из России. Отмечают обозреватели китайского издания. Авторы Байджухао констатировали, что Россия оказалась в непростой ситуации, так как была велика вероятность того, что вслед за США и Канадой другие западные страны также введут ограничения на поставки российского металла. Такой сценарий развития был бы крайне неблагоприятен для Москвы. Однако в итоге ситуация начала развиваться неожиданным для американских властей образом. Оказалось, что Россия не испытывает проблем с реализацией металла. Некое государство скупает огромные партии российского алюминия, от которого отказались западные страны. Причем речь шла о действительно больших объемах. Для сравнения, за весь прошлый год Российская Федерация поставила в США 200 тысяч тонн алюминия, а этот таинственный клиент лишь в прошлом месяце импортировал 89 тысяч тонн. Эти таинственные манипуляции России порядком озадачили США. И лишь недавно стало известно, кто этот покупатель. Им оказался Китай. Китай закупил почти 89 тысяч тонн алюминия из России в апреле. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в статье. Более того, оказалось, что Россия провернула действительно масштабный трюк с алюминием. Она нарастила его поставки в Китай, а в обратном направлении последовал глинозем. Последний применяется в производстве алюминия. В этой сделке интересно то, что КНР редко поставляет глинозем на экспорт, так как предпочитает реализовывать его на внутреннем рынке. Однако в случае с Российской Федерацией было сделано исключение.